Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов. Мы на моем канале Коммент Бай. Сейчас перед вами блоки из Акер. Это диаметр 160 для банной печи. Полностью весь стояк выставляется. Внизу ставится такая прочесная дверца. Размер блока 36 на 36, высота 25 сантиметров и вес 24 килограмма. Очень большое преимущество этого дымохода, что вы независимы. Вы можете его поставить в стояк, а потом врезку сделать в любом месте. Здесь, здесь на 3 на 4 метровой высоте это очень удобно, когда у вас идет стройка. Плюс нигде он не привязывается к стропильной системе. И сделано такие у него отверстия, если высота над крышей больше двух метров, сюда ставятся закладные. То есть арматура, либо какой-то специальный крепеж. Нам этого не надо делать, потому что у нас до двух метров будет. И все на фирменный клей проклеивается. Проклеивается и вверху ставится покрывная труба. Покрывная плита. И в конце мы поставим вот такую вот трубу, нержавеечку, грибок и вот такую вставку. Она пройдет через блок. Видим, да, как она будет стоять. И здесь просто будет стоять грибок. Эта нестандартная вставка делается под заказ. Это потому что здесь диаметр не 150 и не 160. Здесь между 150 и 160, 150, 155, 156 миллиметров. Поэтому вот эта вставка, она делается под заказ. И такое вот кольцо уплотнения обязательно. Для чего? Чтобы закрыть отверстие. Видите? Аккуратненько станет. Красота будет. А также еще я сделаю дополнительно такие экраны. Экраны с отверстием под блок. Для чего? На первом этаже, чтобы закрыть потом, когда будет отделка, изоляцию. И на втором этаже. И один экран будет под углом. Он немножко больше, отличается размером. Вот так он выглядит. Это уже пойдет примыкание к дереву на свесе. Уж такие мелочи, но я их монтирую. Я знаю, что надо при монтаже. И если вам же снова понадобятся блоки и мой монтаж, конечно, я вам буду все предлагать. Но я обязательно предлагаю несколько вариантов, потому что должны понимать, какой бюджет заложен на дымоходную систему, на банную пичку и вообще на весь комплекс банной. И вот такой фирменный пакетик Шидль для клея. Приятно? Очень приятно. Сейчас ведем подготовительные работы в течение трех часов. Вот эта вставка предназначена для того, чтобы вставить сюда дополнительно потом прочистную дверцу. Поэтому в блоке вырезается обязательно отверстие и вставляется такая заглушечка. Все. Потом дверца ставится и будет все надежно. Красиво, конечно. И вот здесь вот и так выглядит. Видите, сферой такой. Качество, конечно, на высшем уровне. Я сейчас покажу по помещению у нас это получается. Один блок выставили. Вот здесь у нас шаг довольно большой. Визуально казалось изначально, что все будет очень просто. Оказалось не так. Почему? Потому что сейчас вот этой стенки до края балки у нас 79 сантиметров. Шаг здесь между балками стандартный. 58-59 сантиметров. Но вот эта балка и стропильная немножко смещена. А сейчас покажу вам стропильную систему. Потому что идеально здесь должна быть разбежка, если стропильная, ну 5 сантиметров в сторону. А мы смещаемся в сторону и у нас получается блок будет уходить прямо вплотную. Ну, не вплотную, а 7 сантиметров от вот этой балки. Вот от края. То есть это расстояние от балки будет 7 сантиметров. И с этой стороны тоже 7 сантиметров. Хотя изначально хотелось, чтобы это было больше. Ну и должно было теоретически быть больше в районе 12 сантиметров с каждой стороны. Здесь в самый разгар уже блоки нанесли. Стоят красавцы, готовятся к работе. И вот так мы выходим сверху. Ровненько, аккуратненько. Блок должен, центр быть изначально вот тут. Вот она, разметка была сделана. Вот здесь. Но, к сожалению, пришлось вместиться влево. Почему? Потому что вот здесь вот балка. Вернее, с тропильной доска стоит. И мы вынуждены выйти были от размеров. И плюс еще здесь одна балка. Видите? Вот попадаем мы. И вот в этот квадратик мы сейчас целимся. Поэтому очень важно провести именно подготовительную работу при монтаже дымоходов. Особенно блоков. У этих блоков один минус. Потому что ты не сможешь сместиться влево или вправо. Слава Богу, что вот эта вот балка со стропилой на одном расстоянии находится. Все, работаем, смотрим. Покажу вам, как сделаем нашу работу. По факту все, видите. Закончили мы монтаж дымохода. Все на этом, слава Богу. Три дня. Смотрим. Давайте начнем мы снизу. Ну, основание, еще раз напоминаю, должно быть идеально ровно. Поэтому где-то из основания мы немножко тормознули по времени. Хотя здесь почти идеально было. Там погрешность минимальная, может, 2 градуса было. Но, к сожалению, эти 2 градуса выскакивают потом не очень хорошо. Вот блоки собрали, собрали, собрали. Потолки обязательно изоляцию. Вот таким вот образом. И самый важный элемент, потому что потолок, неизвестно к какой высоте, опустится, будет ставиться вот такой экран. Видите, он ровненький, мы его сейчас зафиксировали. Когда отделка произойдет уже полностью вся, он прикрепится к потолку, и все. И даже вот эти вот зазоры, так как камнем будет отделываться сам блок в дальнейшем, камень подойдет прямо к экрану и закроет зазоры. А знаете, что главное в этом блоке? Это вот эта дверца. Вот с таким волшебным ключиком. Это самый важный элемент здесь. Это очень приятно. Открыли. И дымоход прочистил. Очень удобная вещь. Это вот такая вот ставка, здесь еще внутренняя находится, которая позволяет увеличивать расстояние от блока. То есть, когда камень 2 см он ляжет, если не ошибаюсь, в районе 33 см, то это вот тоннельчик маленький, то можно спокойно отделывать, и потом дверку приставить именно уже к блоку. Все, ключик оставляем, а главное их не терять. Все, идем на второй этаж, покажу, что у нас там получилось, и потом поднимемся на крышу. Сейчас мы находимся на втором этаже. Вот так выглядят блоки, которые мы смонтировали от начала до верха. Смотрим нюансы монтажные, те, которые возникают после сдачи объекта, но в первую очередь это возникает вопрос у заказчика, когда становится отделка. Здесь вот, видите, стоит утеплитель. С каждой стороны заизолировано. И утеплитель у нас виден снаружи. И когда заказчик захотел положить пол, думает и ломает голову, как отделать вот такой вот элемент, как сделать декоративно. И у него реально головная боль. Кто с этим сталкивался, кто монтировал из-за керна, кто их использует, тот знает. Поэтому я при монтажах обязательно использую такие вот экраны, потому что в дальнейшем на определенную высоту обрежется вот этот утеплитель, и экраном просто накрывается технологическое отверстие. Все, вопрос снят. И также связано с потолком. Смотрите, какая красота получается. Все аккуратненько. Не надо ничего больше придумывать, как закрыть еще раз отверстие, которое мы сделали в кровле. Супер, красиво, безопасно. Да. Утеплили шахту через профиля. И вот так делаем гидроизоляцию. Поднизонная. Такая лента. Австрийская. И все. Быстро. Это самое важное при нашей работе. В наших условиях, еще раз повторяю, лучше ставить изоляцию, эти, блядь, шахту. Закончили мы монтаж дымохода на кровле. Вот такой дымоход из блоков из Акера у нас получился в отделанном варианте. Если лист гладкий, обратите внимание, блок обязательно должен быть отделан каким-то отделочным материалом. Я использую листы. Это рисунок, если обратите внимание, 7024, импортный финский материал. Он с характерным идет рисунком. Если чистый гладкий лист положить, будет очень-очень некрасиво. Это я вам из практики говорю. Поэтому, если хотите гладкий лист, ставьте только импортные листы. Металла, которые с рисунком, они эстетично красивы, смотрите, со стороны. И все поставлено на заклепки. И наверх покрывная плита. Помимо покрывной плиты стоит кольцо уплотнения. Конечно, там герметик. И 304, 6-ая выходит у нас наружу. И грибок. Грибок съемный. Вес, что здесь заклепки, конечно, поставил. Но он очень плотно сюда стал, поэтому я даже не стал сюда заклепки ставить. Аккуратненько. Реально получаю удовольствие, когда ставлю такую нержавейку на дымоходы. Люди готовы за это платить. Поэтому здесь, если образуется влага, она вся истекает, истекает по покрывной плите вниз. Тем самым блок не намокает. Все уголками. Обшито снаружи. И внутри, конечно, стоит утеплитель. В наших условиях, там, где холодно, ставьте утепление. Потому что конденсат есть, никуда вы от него не денетесь. И чтобы уменьшить его количество, блоки надо изолировать. И для тяги, конечно, это лучше. Сделал обклад. Самые слабые места. Вот это. И вот это. Куда затекает. Надо обязательно обстукивать, чтобы вода не попадала. И здесь прижат лист довольно плотно. И если снег будет идти от ветра, стремиться в эту точку, он не будет попадать вовнутрь. Тоже очень важный элемент, поэтому я под ним ставлю еще бутылка в чеку. Потому что кровля довольно пологая. И снег здесь будет, когда вьюга, гулять и влево, и вправо, по всей крыше. Все. Еще раз напоминаю, ставку надо обязательно вставлять в блоки за керн, поднимаясь немножко выше. Здесь поднято на 25 ставка, плюс 5 грибок на 30 сантиметров от самой верхней плиты. И когда от грибка будет сюда дым попадать, от грибка отбиваться вниз, то есть этот участок, если его поставить вот здесь, ближе к грибку, он будет весь у вас в потемнении, и начнутся здесь потеки. Здесь тоже они будут, но они минимальны, за счет того, что высота есть, ветер что-то будет сдувать. Поэтому я во многих очень, особенно у иностранцев, вижу на европейских сайтах, европейских монтажников, автомонтируют, ставят на изокерн-блоки вот такие вот грибки, сферические. Ну, скажу вам так, ни в коем случае их не ставьте. Очень, очень, очень портит со временем вид. Я видел результат такой работы. Потом все полностью, вот это вот металл, он полностью весь, насолит ржавчиной и потеками. Поэтому кто видел сферические вот эти вот грибки, кто думает, что это красиво и надежно, то да, это красиво в том случае, когда вы сдаёте объект, когда вы принимаете объект, но в процессе эксплуатации у вас будут проблемы. И вся эта красота у вас идёт на второй план. Поэтому я ни в коем случае таких вещей ставить не буду. И когда монтирую, я людей предупреждаю, потому что у меня есть, были заказчики, вернее, которые хотели, чтобы я поставил именно такой грибок. Нет, я его ставить не буду. И если я считаю, что это не работает, либо это не надо, я это делать не буду. Поэтому кто ко мне обращается, те знают, что я в первую очередь за качество, в первую очередь за надёжность и за эстетику. Здесь по эстетике, если мы уже коснулись, сейчас у нас труба на сантиметров 15-20 выше уровня конька. Почему она выше? Объясню. Вот этот вот грибок, 10 градусов, если возьмёте, то на один блок должен быть меньше шахта сама, на один блок меньше. Если я ставлю на один блок меньше шахту, то со стороны улицы это очень-очень некрасиво смотрится. И мне это не понравилось, поэтому я поднял ещё на один блок, вывел практически на уровне с коньком, немножко ниже, чем конёк, и приподнял ставку. Сейчас со стороны смотрится, ну, классно. Мне нравится. Если мне понравилось, мне нравится, то, конечно, это нравится заказчику. Это реально красиво. Всё, ставьте дымоходы безопасные. В одном из видео тоже я вам расскажу, как рассчитываются дымоходы, сколько берут монтажники за работу. По материалам в Республике Белого цена примерно у всех одинаковая, поэтому здесь никаких подвижек речи не идёт. А по работе бывает монтажники срезают цену, но снова эта срезка идёт по звонку, а по факту она становится гораздо дороже. Я потом вам расскажу, ещё раз в одном из видео я вам расскажу, как считают монтаж дымохода блоков из океана. Будет интересно. Поймёте, когда вы по телефону звоните, говорят 30 долларов стоят, а другие 70 долларов или 80, а может 60. Я вам расскажу. Заказывайте у меня монтаж дымоходов, заказывайте у меня дымоходы, заказывайте у меня из-за керн. Ещё раз повторю, я за безопасные дымоходы и за надёжные дымоходы в первую очередь. Всем хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай. Я работаю в Беларуси, в Минске и по всей Минской области. В исключительных случаях уезжаю в район. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok